Девушки отдыхают А запах какой, запах Подарил кто-нибудь? Да, суверовец один Я считаю, что любви нет Ученые давно доказали, что все то, что мы называем любовью Это всего лишь биохимический процесс в нашей голове Так вот и сказал, да? Не слово к слову, конечно Товарищ подполковник, вы ничего не чувствуете? В смысле? Вроде запах какой-то Опа! Ты хоть канту спасибо сказал? Обижаешь Тебе брать? Без газа Хорошо А вот и я! Слышь, Макар, что сейчас там было? Ничего Да ладно, покажи, что там Да вон, Трофим, что-то там не видел, фигня всякая Пойдем отсюда Да что сразу пошли, давай еще посидим Нечего тут сидеть, Трофим Кстати, где моя минералка? На, держи Без газов не было, я тебя взял слабогазированную Последняя была Секс Слышь, Макар, мы все-таки в контролу обойдем, а? Пойдем отсюда, Трофим, здесь дышать нечего Бери фуражку И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все трое главное, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все трое главное, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я... Фух, свежий воздух Лучший допинг Да уж, не говори Ну что, куда дальше рванем? Да куда хочешь Не, ну куда хочешь не получится А че так? Ну я же говорю, у меня денег нет Да ладно, не трынди, у тебя с минералки с дачи осталось А, да кстати Да ладно, черт Че такое? Да телефон на столе оставил Ну пойдем заберем Надо, я сам Тебе подождать? Да нет, я еще домой потом хотел скачать, Трофимов Понятно Кстати, Макар с дачи забери Для себя оставить Да как-то неудобно Неудобно на потолке спать Все, давай, до вечера Да, у богатых людей своей причуды Слушай, парень, мне здесь еще время осталось, а? О, Светлана Николаевна, здравствуйте Ой, Илюшенька, здравствуй А Ксюша-то нет дома Ну она только что звонила, она уже едет Давай я тебе дам ключи, а ты ее дома подождешь Хорошо, ладно, давайте А где она хоть? Тут рядом две остановки, она у подруги сидела Ну не у подруги в общем, они учились вместе в колледже А она ее на год старше Она в МГУ, представляешь, поступила Как раз на факультет международной журналистики Почему как раз? Ну так Ксюша же тоже туда собирается Как туда? Ну а как она что, тебе не говорила? Нет, ну она говорила, что он на журналистику Ну на факультет международной журналистики Ну да, вылетела из головы Ну вот-вот, ну вот это Нина Она ей дает какие-то материалы для поступления В общем, какие-то хитрости, там подробности Она им консультирует Ты чего? Что? Что у тебя с настроением? Да нет, все в порядке Просто в наряде был ночью, наверное, не выспался Скоро закончишь и выспишься Значит так, ты сейчас идешь на кухню Там есть зеленый чай, он твою сонливость сразу снимет, ты понял? Снимет Все, обязательно попей чай, хорошо? Спасибо, Светлана Николаевна Ну пока Пока Мам, привет Здравствуй Как дела? Нормально Мамуль, покушать, чего-нибудь есть? Все на кухне А что у нас там сегодня? Еда Понятно Ну а папа звонил? Звонил Ну и что говорил? Слова Мамуль, ну извини меня, пожалуйста Ну, извини, ну что поделаешь тут, если сын твой дурак Макс, знаешь, у меня иногда такое чувство, что у тебя в детстве вообще не было Почему не было? Ну не знаю Забрали тебя из садика, а ты уже взрослый Здравствуй Ну а ты забыл, как тебя из рогатки в школу вызывали, ну? Забудешь такое Слышь, как это страшно Взрослый человек с рогаткой Ну вот, уже остришь Теперь видишь, у кого у тебя сын Ну ладно, иди руки мой, Остряк Кормить тебя будут Итог Получается, журналист сначала должен согласовать свой материал с так называемой звездой Показать ей фотки, и только потом, если эта звезда не против, его опубликовывать Ну понятно, это естественно, компромат кому нужен? Ну как это кому нужен? Если ты звезда, то веди себе достойно, чтоб компромата не было А то у самих рыло в пуху и журналисты виноваты Ой, слушай Слушай, давай про другое Ты скажи, ты что, реально собираешься на международную журналистику поступать? Илёша, разве я тебе не говорила? Нет, ну ты говорила, что журналистику, а про международную я слышу первый раз Ну какая разница? Есть разница Ну да, международная, это более пристейная Да не в престиже дело, а где ты работать собираешься? Когда пошлют, там и буду работать Например, в Эдинбург А если даже и в Эдинбург? Кстати, это было бы замечательно Кому замечательно? Ну а кому плохо? Мне плохо Мне плохо Как мы так жить собираемся? Ну а как мы до этого жили? Нет, ну я имею в виду, вместе жить Илёш, я как раз хотела с тобой об этом поговорить Говори Скажи, а российская армия без тебя никак не обойдется? Вызывали, товарищ полковник? Скажи мне, Василюк Ты что это за ремонт затеял у себя в казарме? Какой ремонт? Вот и я спрашиваю, какой? Я не совсем понимаю, товарищ полковник Сухомлин, это твой рейнджер? Так точно Так вот тот, что звонила мать и спрашивала По какому праву мы, учреждение, которое находится на полном гособеспечении Требуем с родителей суворовцев деньги на ремонт? Что ты кашляешь? Простудился? Товарищ полковник, я все понял А, ты понял, только я вот не понимаю, почему мне все время приходится краснеть Из-за твоих одаренных воспитанников Я разберу вас, товарищ полковник Разберись уж, сделай милость Ваши дети Иди Есть Подожди Завтра выделишь трех умников На побелку бордюра Есть А то как на уборке территории, так у них смекалка не работает А вот как у родителей деньги выдарить, так включаются сразу два полушария Сразу все мозги включаются, одновременно Да Свободен Есть Слушайте Псюш, ты в своем уме? Ты понимаешь, что ты мне предлагаешь? Илюш, по-моему, это ты не понимаешь, что я тебе предлагаю Ну посмотри на себя, ты молодой, симпатичный, умный парень Спасибо за комплимент Да не комплимент Ты можешь реализовать себя в любой области, а ты уперся в эту армию Хочу в танк и все Да не хочу я в танк Ну не придирайся к словам Ксюша, ну так ты не понимаешь Илюш, да все я понимаю, не надо мне рассказывать, что у тебя прадед был военным Дед, отец, это все ясно, но ты оглянись вокруг Мы в двадцать первом веке живем И что из-за этого? Ничего Ну хорошо, давай компромисс Не можешь без своих пушек, пулеметов, иди на военную журналистику Там тебе и перспектива, и карьерный рост, и работа за границей Да дала себе это за границей А что, жить в этой дыре? Понятно Что тебе понятно? Ксюша, ты как оттуда доехала, тебя как подменили В смысле подменили? Ты другой стал Не нравились, да? Тебе как, мозги поменяли А ты знаешь, по-моему, это вам тут всем мозги поменяли Вас как запрягали всю жизнь, так и будут запрягать Ну что, не права? Илюш, ну пойми же ты, я зла тебе не желаю Да посмотри трезво на ситуацию, отбрось все предрассудки и подумай Где нам с тобой лучше жить будет? Где мне будет лучше? Я знаю, для тебя сама смотрю Илья! Ну иди Ответь-ка мне, Сухомлин Ответь-ка мне, Сухомлин Я вообще в курсе, что у нас в казарме происходит В смысле, товарищ подполковник? Я в курсе, когда у вас самоподготовка, когда свободное время Не, ну как? Естественно, товарищ подполковник Ошибаешься, Сухомлин Одна широкомасштабная акция проходит как-то мимо меня Оказывается, у нас где-то в казарме полным ходом идет ремонт А я ни сном, ни духом Представляешь, какая Петрушка Может, ты мне подскажешь, где у нас что-то ремонтируют? Ну, чего молчишь? Говорят, ты в курсе Даже деньги на этот самый ремонт собираешь Товарищ подполковник, просто я Что просто? Совесть ты просто потерял, Сухомлин Совсем мать не уважаешь Так, давай, рассказывай, зачем тебе понадобились эти деньги? Ну? Не слышу Товарищ подполковник, просто, ну На ну и на просто деньги не нужны Просто у моей девушки день рождения скорый, я ей подарок хочу получить Пять двадцать пять, я с этими вашими девушками скоро в психушку попаду Ну, допустим, девушка А почему ты матери правду не сказал? Зачем надо было врать? Ну, она б это, ну она б столько не дала Сколько столько? Ты что свою девушку решил на богамы свозить? Ну никак нет, просто ей часы одни очень понравились, и я это… Не тебя осенила гениальная идея с ремонтом, да? Мозги тебе не мешало бы подремонтировать Значит так, Сухомлин, давай-ка, бери телефон и звони матери Зачем? Как это, зачем? Правду скажешь? Или ты хочешь, чтобы она про наше училище думала чёрт знает что? Давай-давай, звони прям при мне Товарищ подполковник, я… Неужели номер забыл? Никак нет, просто у меня родители… Только не говори, что они сейчас на даче Никак нет, просто если они о моей девушке узнают, то там вообще скандал будет Это ещё почему? Ну, они не хотят, чтобы мы встречались, ну не нравится она им Так, интересное кино, как много нового я тебе сегодня узнал, Сухомлин Товарищ подполковник, пожалуйста, можно я не буду звонить? То есть ты хочешь, чтобы твоя мать думала, что мы здесь родителей обираем? Ну, товарищ подполковник, я ей что-нибудь другое скажу То есть опять соврёшь? Ну, пожалуйста, товарищ подполковник, ну… Даже не знаю, что с тобой делать, Ромео Ладно, наряд вне очереди тебе в любом случае не помешает, а там посмотрим Ну, чего молчишь? Есть наряд вне очереди? Эй, народ, слыхали новости? Какую? Дикушевик с первого взвода в политехническое намылился И что из этого? Ну, как что? Все кричали, что он артиллерист с первого курса И он сам себе пяткой в грудь бил Мол, бог войны, бог войны, а как коснулось дело, до свидания Ну и что ты такого? Подумаешь, передумывающий чувак Ты-то что за него переживаешь? А он не за него переживает А за кого? Мужики, вам не кажется, что нам тоже пора как бы ясность нести? В смысле? Давайте уже по чеснухе определимся, кто куда поступает Слушай, Синица, нафига тебе вся эта статистика? Макар, ты тоже соскочить решил? Соскочить? Не дождетесь, я еще всеми вами командовать буду, ясно? Только мне до сих пор непонятно, зачем ты людей напрягаешь? Ведь каждый сам свой суп пилит Так, Макар, командное, сухой, инженерное или тоже что-то поменялось? Ничего не поменялось Ясно, Соболь, понятно, печка Что? Ну ты долго еще мутить будешь? А что я мучу? От Летного отказался, что-то решил? Ну, я еще не решил, но точно военное Понятно, Леха Сырников Я в Рязанское поеду, если примут Что значит, если? Ну не знаю, без экзаменов вряд ли получится Ведь у нас некоторые личности позаписываются, а потом нифига не поступают Так, я не понял, а что у нас, Трофим не переписал свою анкету? Перепишет он, как же Слушай, Трофим Что такое? Прервись на секундочку Слушай, Трофим, ты же у нас на экономический поступаешь Да? Блин, ну что, опять что ли, а? Не опять, а снова Трофим, ты свою анкету собираешься переписывать? Ну фига Что значит, нафига? Саш, если ты не поступаешь, зачем место занимать? А что я место занимаю? Твое что ли? Ну хоть бы и мое Слушай, Ниц, а ты что так паришься, а? У тебя рейтинг, дай бог каждому А вот у сырника не все так гладко А-а-а, все понятно Значит, вы за него пришли ломать, да? Пожалуйста, что ли, да? Слушай, Трофим, ну ты же нормальный пацан Ну что, стоишь здесь и ломаешься? Иди и перепиши, ну чего воду мутить? Тебе же с этого ни горячо, ни холодно Ну а у Лёхи хотя бы шанс будет, но Я не буду переписывать Рафим, ну чего ты упёшься-то? Я не упёшься, а вдруг я передумаю? Сань, постой, ты же сам говорил, что… Мало ли что я говорил, ну смотри, вот мозги у человека для чего? Для того, чтобы думать А если он умеет думать, значит он может и передумать А если я опять захочу в Рязани, ну что тогда? Ну Новосельник второй раз не даст переписать Саш, ты что, это серьёзно? А я что, на клоуна похож? Слышь, мужики, а вы чё, не видите что ли? Зуб у него на Сырникова Какой ещё зуб? Из-за бабы Слышь, Соболь, ты со своими бабами разберись А то встречаешься с привидениями Никто их не видит, никто их не знает Чё ты сказал? Ничего! Вдохнули, выдохнули! Сразу говорю, тема гнилая И нам, мы сюда не за этим пришли Трофим, ты собираешься переписываться? Я уже сказал Пошли отсюда, мужики Слышь, тянется Чего? Если Сверник реально намолился десантуру То пусть сам свою заднюю сорвёт И нефиг за него ходить и упрашивать Понял? Да Товарищ подполковник, Суворовец Сухомлин по вашему приказу прибыл Серьёзно? Что серьёзно? Ты сейчас не врёшь? Что не вру? Ну, что прибыл именно по моему приказу Товарищ подполковник, я вас не понимаю А уж как я-то не понимаю, Сухомлин Как можно столько врать? Матери врёшь Мне врёшь Почему вру? Твою девушку, если не ошибаюсь, Оле зовут? Или у тебя уж другая? Никак нет, всё та же Я только что разговаривал по телефону с твоей матерью Оказывается, она к Оле очень хорошо, я бы даже сказал, прекрасно относится Ну, и кому мне верить? Ты мне лапшу на уши вешаешь? Или твоя мама, прости господи, лукавит? Товарищ подполковник, понимаете, мама, она в меньшей степени, там в основном отец Хватит! Перед тобой кто сидит? Попугай, попка, дурак? Или твой офицер-воспитатель? Через две секунды жду от тебя правды Или моё отношение к тебе резко поменяется? Зачем тебе понадобились деньги? Ну, две секунды прошло Я их проиграл Так А вот это уже интересно Ну-с, господа картёжники Сами выйдите из строя, или мне фамилии называть Не надо, Макар Что не надо? Переглядываться не надо Соблевым, Сырниковым О чём вы, товарищ подполковник? Я о преферансе, в которой вы периодически режетесь Что вы там всё друг на друга зыркаете, а? Товарищ подполковник, просто прапорщик Кантемиров А при чём здесь прапорщик Кантемиров? Он в курсе В курсе чего? Он в курсе, что мы играли, и он с нами разобрался Отлично Старшина в курсе, а до офицера-воспитателя доходит в последнюю очередь Так, я не понял, о чём мы стоим? Команда была, выйти из строя Стало быть, любим на деньги в картишки переброситься, да? Товарищ подполковник, мы на деньги не играли Хватит, Сырников Мне и одного сказочника на сегодня достаточно Честное слово, ну, хотите спросите у прапорщика Кантемирова Что вы у меня всё к прапорщику Кантемирову отсылаете? Если мне нужно будет у него что-нибудь спросить, я сам это сделаю, без ваших советов В общем так, мастера пули Все долги Сухомлина я списываю, ясно? Какие долги? Я спрашиваю, ясно? Так точно А вот вы мне кое-что должны Раз Ногу выше, носочек тянем Сухомлин, подбородок прямо Что ты там, голову свесил Стыдиться раньше надо было Держим, держим ногу Носочки, алло Ну, спасибо тебе, Сухой Мужики, говорю же, без выходняков был Какой же без выходняков? Ну серьезно, а что мне надо было все про автоматы, могу рассказать? Да хоть про пулеметы, нас на фига закладывать Так, не понял, у вас еще энергии и на разговоры хватает? То есть, я так понимаю, часик мы еще легко осилим, да? Господа каталы? Два! Блин, в пятках ту-дух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух, от этого барабана дурацкого Слышь, Сухой, еще раз тебе огромное человеческое спасибо Эй, Сухой, где пожалуйста? Сухой! Сухой! Нифига себе, он еще и дрыхнет Видали, словно невинного младенца Давай давай Сухой! Что за челость? Ничего, просто поздравить тебя хотели В смысле? Сухой, мы вчера тут все посовещались, решили тебе все твои долги списать Что, серьезно? Серьезно Ну, спасибо Что спасибо? Вот тебе за сегодняшнее Растаращил его тут Чтоб все вернул до копейки, спит он, блин Так, не отвлекаемся Пишем программы и отправляем их на мой компьютер, в папку третий взвод Папка почему-то пока пустая Не забывайте, что в каждой программе должна быть прописана обработка ошибок Неправильный ввод деление на ноль Ваша задача перехватить все ошибки Сергей Викторович, я все отправил Да неужели, Трофим? Сейчас посмотрим Странно, до моего компьютера она не дошла Макаров, а вы чем там занимаетесь? Программирую На чем? На компьютере или на бумажке? На Дельфе Что у вас в руке? Где? Да это так, Сергей Викторович, мусор Макаров, вы чего издеваетесь? Да нет, Сергей Викторович, вы что? Хотя, если по правде, это была шпаргалка Серьезно? Да, честное слово Ну что ж, хорошо, Макаров, вовремя признались, а то я уже хотел ставить вам двойку Но правду, как говорят, обезоруживает, так что обойдемся более мягкими мерами Вот, держите Что это? Это, это салфетки Что, никогда не видели? После урока вытрите все мониторы, клавиатуры и корпуса И мусор свой положите в карман, а не под клавиатуру, как это некоторые любят делать А я, значит, сходи, потом после вас собирай А вот такое вот, смотри, жили-были зареченские мастера, работали быстро, брали недорого Ага, получалось хреново, знаю Смотри, а вот такое вот, мать сына говорит, сынок, не ходи так часто на дискотеке, а то оглохнешь, а он ей Спасибо, мам, я уже пообедал Откуда такое старье в брода ты выкапываешь? Вань, ну вот честно, ну не люблю я эти анекдоты, ну прям, ну я так вот, чтобы тебя повеселить Мы будем считать, что у тебя получилось Слушай, а правда, что у вас в Суворовском тоже дискотеки бывают? Ну бывают, а что? А почему я там еще ни разу не была? Да что там делать, скукотища То есть, ты туда никогда не ходишь? Ну так, когда с тобой не получается встретиться Ну давай попробуем встретиться на дискотеке Ну глядишь, нам там весело будет Ну не знаю, я же не танцор Ну мы так, потопчемся Ну Кирилл Ну может быть, когда-нибудь Привет! Привет! Вы танцы? Легко! Леш, ты извини, что я тебя выдала, ладно? В смысле? Ну в смысле, ну не прикидывайся Я же не знала, что ты эти розы с клумбы сорвал Тебе за это что-то было, да? За цветы? Ну да, за цветы Двести плетей, а потом еще сутки, кажется Ну и в порядке у вас, отсюда такое приличное училище Ты еще не все знаешь Чего не знаю? Вот под буфетом есть пыточная И каждую ночь дух замыщенного суворовца пробирается в буфет И пожирает пирожные Ну тут я смотрю, что у меня к концу дня двух пирожных не хватает Смотри, его не польят, он на шоколадки перейдет Леш, мне так цветы еще никто никогда не дарил Илюш, а ты меня правда не обижаешься? Ну если только самое малость, а ты? Ну я где-то так же Илюх, я тебя так люблю И я тебя Здесь народу столько? Просто сегодня сразу два курса запустили, второй и третий И это что, все будущие офицеры? Ну все не все, но добрая половина из них точно А ты к какой половине относишься? Сама знаешь, к какой Ну я думала, ты подумал Я думал, это как раз ты подумал Илюш, ну разуй глаза Смотри, сколько их здесь Ты сейчас из зала выйдешь, никто даже не заметит Одним больше, одним меньше Псюш, ты опять за старое? Да нет, я не за старое, это как раз ты за старое, а я за новое Ты, ты хочешь всю жизнь в казарме прожить и меня агитируешь Да ничего я не агитирую тебя Почему ты ничего не поняла? По-моему ты не понял Да, раскатал губу Что ты говоришь? Уходи Что? Уходи, сказал Илюш, а по-моему ты изменился Раньше ты бы мне такого никогда не сказал Вольно, танцуйте А философ наш уже на коня осел, как начал орать, чего ты несешь? Какая библиотека? Я тебя там вообще не видел, а знаешь, когда философ орет, перепонки лопаются Это как будто по духам капрессор работает Хорошо, что Зорги прикрыл Степа, кто такой Зорги? Ну как кто? Это, ну, Зорги, это, ну, наш вице-сержант Соболев А почему Зорги? Ну, потому что в разведчике намылился на секретный факультет Ну, в Тамбовской связной Степа, как же он секретный, если ты про него знаешь? Ну, это он для вас гражданских секретный И для нас уже не очень секретный Ты это, смотри, никому не болтай, а то нас потом обоих Ой, да ладно тебе, Степа, я тебя умоляю Давай лучше танцевать Давай Степа, а этот ваш Соболев, он маленький такой? Нифига себе, маленький Соболев, Киреха, это наш вице-сержант, у него еще лычки на плечах Что? Ну, ты чего, не помнишь, что ли? Не помню А, он же с нами еще в бовлик ходил, ну, на шашлыки с нами Не помню А, я тебе его сейчас покажу О, Сухой! Ну, привет, Анжела! Привет! Слушай, а ты Сугли не видел? Здрасьте! Откуда мы тут взяться? Ты когда его вообще в последний раз на доскаче видел? А он что, сюда не ходит? Ну, он же Зорги, шифруется Ну, у нас же вроде девчонка есть Ну, правильно, он сам шифруется и девчонка свою шифрует Развлекайтесь! Смешной шифрует? Что звал? Ну, я помню, как-то ты под диджейт нахотел Ну, хотел Ну, что, давай, сегодня твой звездный час Что? Прямо сейчас? Не, ну, а когда? Не буду Нет, ну, просто я сейчас не могу Анжелка здесь Не, ну, ты извини, конечно, второй раз предлагать не буду Ладно, давай, согласен Так, короче, запоминай А после этой песни ставишь вот с этого третью, да? А после ее вот с этого четвертый трек Запомнил? Обижаешь Не, ну, а мало ли ты до четырех считать не умеешь Ладно, давай, удачи Все, я полетел скоро будет, давай Анжела, давай сюда Даш, можно вас пригласить на танец? Ну, меня вообще тоже Леша пригласил Ну, вы все-таки отдыхаете, а я работаю Так что, я думаю, можно уступить, да? Ну, ты же вроде не инвалид, а даже не место в троллейбусе Да, Саша, давай в другой раз Пойдем, Леша Не понял, Сухой А тебя что, тоже в город отпустили? Естественно, Трофим Я же, в отличие от некоторых, военные поступаю Мне к репетитору уходить надо Ой-ой-ой, уколол Тебе сначала надо с долгами рассчитаться А то бабки на репетиторов есть, а с пацанами рассчитаться фиг два Слышь, Сухой, а ты возьми и банк грабани У тебя и деньги останутся поиграть, и пацана обладаешь, ну? А я бы и грабанул Да напарника нет нормального, болтуны все Как-то нету А хепка перепечка наша, чем тебе не медвежатник? Ты, главное, Сухой, поаккуратней с репетитором А то он тебе как выкатит флэш-рояль Чего вы все прикопались ко мне, а? Здрасьте, а ты деньги верни, и все мигом отстанут Заколебали Ну вот Привет Привет Ну и что это вчера было? Где? На дискотеке А что там было? А ты что, не понимаешь? Нет, не понимаю А, ну, значит, Сырников у нас теперь фаворит, да? Слушай, Саш, для меня что Сырников, что Трофимов, что Сидоров, что Иванов все одинаково, вы для меня просто друзья Значит, вот оно как, да? Ну, а ты как хотел Два пирожных Еще что-нибудь брать будешь? Достаточно Два четыре рубля А ты докажи Что доказать? Ну, что для тебя все одинаково Каким же образом? Ну, пойдем со мной в кино Я же тоже просто друг, да? Ну что, слабо? У-у-у Слушай, Оль У меня проблема Ну, я это уж по телефону поняла Рассказыв В общем Там такая ситуация дурацкая Ну, где там? В кабинете информатики Блин Ну, и что за ситуация? В общем Короче, Оль Я там Компьютер навернул Как компьютер? Вот так Пожди, я не пойму У нас допрос, что ли? Ты можешь мне нормально все рассказать? Или мне надо обязательно вопросы тебе задавать? Да что тут рассказывать? Я ногой задел системный блок Ну, в общем, он рубанулся Залезли, а там материнка накрылась И похоже, что проц тоже скалял И материнка и процессор? Угу Я что-то не пойму, ты в футбол, что ли, с системным блоком игра? Спасибо тебе, Оль За понимание Да подожди, Илья Ну и чего ты? В общем, информатика меня теперь трясет, чтобы я ему деньги отдал Как трясет? Как пальму, блин Говорит, что он сам все это дело ставил за свои бабки Сколько он тебя зарядил? Ну В общем Три тысячи Три тысячи С половиной Ничего себе Там просто комп упакованный был Только после Абрэля Так, подожди, значит он на гарантии должен? Оль, да при чем тут гарантия? Была она не гарантия, не была Информатика сказала, гоните бабки, вот и все Что, он не имеет права? Оля, при чем тут право? Да при том, я серьезно, он не имеет права требовать от тебя деньги Ну как же, не имеет Илья, ты можешь не в милицию заявить? Да я серьезно тебе говорю, если ты боишься, давай я сама это сделаю Оль, подожди, ты что, не врубаешься? Что значит не имеет права? Оценки ставить, он имеет право? Он сейчас такой рейтинг зафутболит под конец года Если ты знаешь предмет, ни один препод к тебе не перекопает Оля, вот смешно тебе слушать, а? Ты сама как будто вот никогда не училась Ты что, не знаешь, что если препод захочет доказать, что ты ни черта не знаешь? Он это сделает! Фу, блин! Похоже, такая задница уменьшается Подожди, Илья, ты родителям уже сказал? Боже упаси, не хватало только их еще в это дело впутывать Фу, ой-ой-ой Не знаю, я бы на твоем месте ничего ему не платила, он все равно тебе ничего не сделает Оль, вот я тебя не понимаю, вот я тебе как будто говорю, а ты вот меня не слышишь просто Он сейчас как влепит тройбан в эти сад по информатике, и все, до свидания, Питер Ну ладно, извини, мне пора Мне пора Куда ты? Пойду по дворовой прошвырнуть, может кто подкинь чего по старой памяти Илья, сядь Оль, ты что не понимаешь? У меня времени нет Слушай, Илья, если я дам тебе эти деньги, как скоро ты их не сможешь вернуть? Великобритания 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 Опа, не понял. А где все? Я бы сказал по-другому. А ты что тут? До конца увольнения, как до Москвы пешком. Все в городе. Да. Слушай, Кирюх, я тебе случайно ничего не должен? Даш, не обижусь. А серьезно? Да расслабься ты, ничего ты не должен. Фух, хоть и один нормальный человек. Слушай, Кирюх, а сколько сейчас времени? Только точно. Без семнадцати семнадцати. О, как. Без семнадцати семнадцати. Ладно, я пойду еще погуляю. О, молодежь, ты к нам? Да вот не знаю, думаю пока. А что тут думать? На твоем самом любимом просто пруха. Все в плюсах уходит. Я сам немного разжился. Серьезно? Что, я тебе врать что ли буду? Да. И что же вы все лохи такие одинаковые? Привет, друг. Ну что, пошли? Пошли. Билеты давай. Это я уже проверял. Показывай, показывай. Ну, теперь можно идти. Привет. Ой, привет, Леш. А вы куда? А меня тут Саша в кино пригласил. Не понял. Чего ты не понял? Усохни, я с тобой не разговариваю. Сам усохни. Подождите, Леш, что случилось? Тебе не кажется это странно, Даша? Что именно? С одним танцуешь, с другим в кино идешь. Не пора ли сделать выбор? Какой выбор? Ты как будто не знаешь. Так, слушайте, мальчики, вы мне уже надоели. Я вам что, что-то обещала? Вот ты меня пригласил танцевать, я с тобой сходила танцевать. Ты меня приглашаешь в кино, я с тобой пошла в кино. Какие проблемы? У тебя что, есть проблемы? У тебя сейчас будут проблемы. Так, все, вы мне надоели. Держите. Сходите в кино, развейтесь. Даш, Даш, да подожди ты. Ну ты, Сарников, и урой. Сам ты гоблин. Да мы еще посмотрим. Алло, Снежанна, ты не представляешь, что у меня есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Илья, что случилось? Оля, все, мне трындец. Какой трындец? Почему? Оля-ка, прости. Прости меня, пожалуйста, Оля. Господи, с ума блин, да что случилось-то? Я проиграл. Я проиграл все деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля, я в такой заднице всем торчу. Я пацанам торчу, тебе торчу. Оля! Автоматы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я догадывалась. Оля! Оля! Оля, может, у тебя есть знакомые, у которых можно работать? Оля! Оля, пожалуйста, не молчи. Я тебя прошу, Оля. Оля! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова